Об итогах оперативно-служебной и разыскной деятельности органов внутренних дел Брестской области сегодня шел предметный разговор на заседании коллегии ведомства. В 2014 году был предпринят целый ряд мер по усилению борьбы с преступностью, обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности, профилактике преступлений и правонарушений. Работа в данных направлениях проводится уже не первый год и проводится эффективно. Количество зарегистрированных преступлений в сравнении, к примеру, с 2005 годом сократилось практически вдвое. На протяжении уже более 15 лет мы отмечаем наименьший в республике уровень преступности на 10 тысяч населения, 83,5 преступлений. С 2005 года абсолютно цифры снизились практически в два раза. Но наряду с положительными тенденциями, к сожалению, есть отрицательные. Особое внимание на заседании было уделено одной из наиболее актуальных проблем настоящего времени, которая является главным катализатором противоправных деяний – алкоголизации населения. Сухие цифры статистики говорят о том, что более 90% убийств и около 80% умышленного причинения тяжких телесных повреждений совершено лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Не последнее место в структуре преступности занимает и широкое распространение наркотических средств. Увидя проблему наркотизации населения, все-таки было правильно сделано, что был принят этот нормативный акт, и уже первые результаты и есть по возбуждению уголовных дел по декрету номер 6. Это касается всех регионов республики. Я не буду апеллировать точной цифрой, потому что вы понимаете, на стадии возбуждения, расследования эти дела. Но даже где-то мы прогнозируем своеобразный рост вот этих вот вида-на-вида преступлений. Но это не должно нас пугать. Мы должны все-таки работать на выявлении этих преступлений, ну и доводить до населения ту информацию, что это все-таки зло, с которым необходимо бороться. Планы на 2015-е – еще одна из тем повестки дня. Наступивший год будет непростым для сотрудников правоохранительных органов. Множество социально значимых мероприятий потребует предельной собранности и максимальной профессиональной самоотдачи сотрудников милиции, которым, к тому же, не придется забывать и о других направлениях деятельности по обеспечению мира и правопорядка на улицах, городов и деревень. Спасибо.